Бишкек подсчитал ущерб, нанесенный жителям Баткенской области во время вооруженного конфликта с Таджикистаном. Помимо того, что удары пришлись на школы, детские сады, больницы, пострадали 432 жилых дома. То есть почти 500 семей остались без крыши над головой. После того, как стороны подписали протокол о перемирии, эксперты по Центральной Азии просто в один голос заявили, что это лишь пауза, потому как причина всех бед не решена до сих пор. Половина кыргызско-таджикской границы не делимитирована. Откровенно говоря, наблюдать за этим конфликтом было крайне сложно. Два близких нам народа, у многих из нас, в том числе и у меня, есть друзья как среди кыргызов, так и среди таджиков. Человеческие отношения. Это мы и поставили во главу угла, отправляясь в эпицентр вооруженного конфликта, в ту самую Баткенскую область. Регион, где люди двух республик живут в метрах друг от друга и стреляют друг в друга. Ведущий студии 7 Илья Рыбин отправился в горячую точку, поговорил с местными, чтобы понять, каково это жить в постоянном страхе. В нашем доме ничего не осталось. Мы в одних одеждах остались на улице. Небольшого кыргызского поселка, ограничащего с таджикским анклавом ворох, практически больше нет. В Ташбалте Тойчиеву 65. Он прожил тут всю жизнь. Когда услышал взрывы от минометных снарядов, собрал жителей и увел в горы. Оттуда люди пешком шли в районный центр. Он единственный, кто вернулся домой в надежде найти живой скот. Но скот сгорел заживо. Самые проблемные регионы на территории Кыргызстана, если можно так сказать, это Баткенская область. Там, где идут бои со стороны Таджикистана, это Сагдийская область. Из Баткенской по официальным данным эвакуировали около 130 тысяч человек. Мы находимся в поселке Аксай. Здесь до сих пор сейчас еще тлеют дома, которые, я не знаю, или взорванные они были, или просто загорелись. Повсюду валяются гильзы. Местных жителей здесь нет. Здесь только пограничники, которые, скорее всего, охраняют территорию и, возможно, будут устанавливать ущерб. Одно ясно, жизнь здесь пока остановилась. И, видимо, это надолго, потому что людям некуда возвращаться. Уцелевших жилых домов практически нет. Сожжена и недавно открытая школа на 350 детей. Я думаю, тем, кто следит за конфликтом, знаком этот кадр. Та самая школа, которую захватывали военные и подрузили на то кольцо флаг Таджикистана. В 100 километрах от этого места тоже шли бои. Много разрушений и огромный ущерб. Мы приехали на границу с Таджикистаном. Сейчас мы на Кыргызской стороне. Село называется Интернационал. Метров 30 сзади меня уже идет граница. Пострадала центральная улица. Говорят, что сгорели, ну и мы сами видим, здесь 15 магазинов, местный рынок, полицейский участок и около 9 домов. До сих пор здесь ничего не разобрано. Военные говорят и пограничники, что здесь есть еще не разорвавшиеся снаряды, мины, поэтому туда пока никого не пускают. Мы спали и вдруг услышали взрывы и стрельбу. Успели выбежать из дома и побежали подальше от границы. Снаряд попал в мой магазин. Здесь склад был с товарами. Все сгорело. На 5 миллионов товара было. Последние два года конфликты все чаще. И мы всегда первые страдаем. Кто нам это восстановит? Никто из власти не приехал к нам. Только журналисты. Пять дней назад здесь шли ожесточенные бои. После того, как войска отступили, в интернационал вернулись несколько местных предпринимателей в сопровождении пограничников. Один из них обнаружил, что из его магазина бытовой техники пропал весь товар. Это случилось, когда президенты встречались на ШОС. Весь мир увидел, что здесь творится, но никто не обратил внимания. Мы в таком режиме живем много лет. Но возвращаемся, потому что это наша земля. Между нашими народами, простыми людьми нет конфликтов. Это правительство договориться не могут. Население Баткенской области живет очень скромно. Здесь местность горная. Зарабатывают только на сельском хозяйстве. Плюс плохая почва. В общем, растет не все. Мы проезжали, видели сады абрикосовые, гранат, кукуруза. Ну и, в принципе, все. На этом делают деньги. И главное богатство, и в то же время проблема у людей, из-за чего возникает конфликт, это вода, которая очень мало. Ее используют, конечно, для орошения садов, полей. Из-за этого происходят конфликты. Хочу наглядно вам показать одну из причин конфликта. Вот дом. В прошлом году там жили люди. Он был разрушен. Правительство построило новый. В этом году он опять загорелся. Почему? Потому что произошел конфликт. Из-за чего? Из-за того, что это поселок Мана, Максад на территории Кыргызстана. Вот там с забором уже таджикский поселок. Кыргызстан говорит, что это их территория. И та в том числе. Таджикстан говорит, что это территория Таджикистана. Поэтому и вот такие постоянные стычки. Политолог из Бишкека Игорь Шестаков в течение 20 лет изучает этот вопрос. И говорит, что с каждым годом масштаб конфликта разрастается. На мой взгляд, здесь работает еще какая-то пропагандистская машина. И самое страшное на самом деле в этой ситуации – это информационные войны. Потому что выстрелы рано или поздно стихнут. А вот информационная война, которая с каждым разом носит все более агрессивный характер, она может зародить уже противоречия на долгие годы. И задача какая, что раньше жили соседи. Теперь у тебя за 50 метров, а может даже в 20 метрах от тебя, находится твой враг, который хочет захватить твою территорию. Возвращаясь к жизни простых людей, правительство Кыргызстана пообещало восстановить каждый населенный пункт, каждый дом и каждый социальный объект. Но как скоро это произойдет, никому неизвестно. Десятки наших населенных пунктов, сотни-сотни домов разрушены. Ну и сейчас такое, что доверие, когда уже оно подразрушено, нам, например, наши военные власти, они пока не дают добро, чтобы мы население возвращали. Так что ситуация очень сложная. При этом по настроению людей можно сделать вывод, что и власти, по крайней мере официально, и местные жители воевать не хотят. Нам не нужна война, нам не нужна... Вот, посмотрите, наши семьи, жены, дети, внуки, где ходят сейчас. Илья Рыбин, Нурлан Альмухамбетов, Баткинская область, Кыргызстан.